Экологическая безопасность. Влияние увеличения автотранспорта на окружающую среду. В настоящее время в результате ускоренного развития науки и техники увеличивается доля вредных выбросов в окружающую среду из-за большого использования природных ресурсов в производстве материала. Массовое увеличение автотранспорта оказывает вредное воздействие. Выхлопные газы, полученные из них, наполнены вредными компонентами, которые при ходьбе выводят из шума. Кроме того, при ДТП увеличиваются материальные расходы и опасность для жизни людей. Увеличение частоты транспортных средств также увеличивает вредное воздействие. Строительство дорог также оказывает негативное влияние на окружающую среду. Многие земли лишаются озеленения, нарушают экологическое равновесие, увеличивается уэрозия воды и почвы. Меры по охране окружающей среды находятся под пристальным вниманием правительства. В Конституции Республики Казахстан четко обозначены вопросы охраны природы. Меры по минимизации вредного воздействия автотранспорта включают следующее. 1. Разработка новых усовершенствованных видов автотранспорта с малым шумом, малым выбросом вредных газов. 2. Совершенствование способов эксплуатации, содержания и ремонта автомобилей, в результате чего снижается шум, снижается объем вредного газа. 3. Минимизация вредности для окружающей среды при проектировании транспортных проездов, сохранение ровности дорог, поверхностных и подземных вод от загрязнения, сохранение растительного и животного мира, сохранение придорожных сооружений от различных движений, вибрации и осадки и т.п. 4. Регулирование придорожного хода и эффективное использование необходимых устройств и приборов, неэффективное отключение движения транспорта. 5. Токсичность газа, отходящего от транспортного двигателя. 6. Токсические компоненты и их воздействие на человека, на окружающую среду, загрязнение окружающей среды, атмосферы воздуха, вредными веществами относятся непосредственно к работе производства ситкохозяйственных, коммунальных предприятий, а также к эксплуатации теплоносителей транспорта, также увеличивают выбросы вредных веществ в атмосферу. 7. Источники загрязнения подразделяются на стационарные и передвижные, в том числе от передвижных видов загрязнения, преимущественно от автомобильного движения. 8. Основными компонентами вредных газов являются окись углерода, окись азода, твердые гранулы сажи, окись серы. 9. Окись угля, химический инертный газ, быстро смешивается с воздухом, сильное токсическое вещество. Гемоглобин крови приводит к СО, чем кислород. 10. В большинстве стран с автомобилями СО является основным веществом загрязняющих в городской воздух. 10. Окись азота образует двуокись азота, смешанного с воздухом. Он вместе с СН превращается в фотохимический дым. 11. Они также относятся к токсическим соединениям. Они оказывают вредное воздействие на дыхательные пути легкие. 12. Углеволороды также входят в состав фотохимического дыма. Среди этих видов наиболее вредный бензопирин обладает 3-4 канцерогенными свойствами. 13. Из дизельных автомобилей много вещей. 14. Свинцовая соль – это также токсическое вредное вещество, выпускающее бензин из двигателей. 15. Объем компонентов, распространяющих при горении из объема одной тонны нефти. 16. Забрезнение воздуха. Вредное воздействие на человека, так и на сельское хозяйство, окружающую среду, вещества и изделия. 17. Способы снижения транспортного заражения окружающей среды. 18. Объем вредных газов, сжигаемых жиров, зависит от многих факторов. 18. Конструктивные, организационно-технические, регулирование хода, градостроительство, техническая эксплуатация автотранспорта и т.п. 19. Природные условия и режимы работы автотранспорта. 20. Есть два вида снижения вредных выбросов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 21. Снижение токсического вреда выбросившихся газов. 22. Снижение объемов грасуемых газов. 22. А. Способы снижения токсичности выбросов газов. 23. Они подразделяются на четыре вида. 24. Изменение конструкции, изменение рабочего процесса, изменение технологии производства, специальное регулирование работы двигателей внутреннего сгорания. 25. Получение другого вида топлива или изменение его состава. 26. Снижение токсичности отходящих газов дополнительными установками. 27. Г. Замена серийно выпускаемых двигателей новыми малотоксичными двигателями. 28. Способы первой группы разделения различных примесей топлива на цилиндр двигателя, электронное и электрохимическое опрыскивание. 29. Легко воспламеняющиеся виды всасываемых заслонок, термостатирование воздуха, примесная гаммонизация. 29. Для снижения токсиологической вредности сбрасываемого газа бесконтактными транзисторы используют в пути зажигания индукционные и объемные. 30. Новые виды карбюраторов с легко открывающимися заслонками, пневматическими распыляющими деталями с электронным управлением. 31. Использование фороугольных, факельных процессов и пластовых горючих смесей. 32. Изменение формы топки, топочной камеры и применение способа вспрыска в нее воды. 33. Объем вредных газов можно уменьшить и следующими способами. 34. Проведение специальных регулировочных работ, состав смеси, частоту вращения коленчатого вала двигателя в простом обороте, угол прогрева зажигания и закрытия заслонки. 35. Приемы второй группы проводятся в двух направлениях. 35. Добавление специальных примесей в топливо, который снижает сфинцовую серу, канцерогенные вещества, сажи и твердые частицы. 36. Применение в двигатель других видов топлива пропан, бутан, природный газ, водород. 36. Способы третьей группы очистки выбросов вредных газов. 37. Она проводится с использованием нейтрализаторов различными очистителями. 38. Эти способы широко распространены в некоторых странах. 39. Вместо существующих бензиновых двигателей следует применять другие виды, которые меньше выбросов вредных газов. 39. Например, дизельные двигатели, их газоходы, газотурбинные, ротопоршные и электрические двигатели. 40. Можно использовать стирлинговые двигатели. 41. Теоретически можно применять как паровые двигатели, работающие в режиме сплошных или прерывистых оборотов, так и инерционные двигатели, собирающие потенциальную и кинетическую энергию. 41. Но для инерционных и электрических двигателей необходимы дополнительные установки, водородная сепарация и выработка. 42. Способы уменьшения объема сбросных газов относятся к организационно-техническим мероприятиям, не относятся к конструкциям автотранспорта. 43. Для уменьшения объема газа необходимо правильно обменять ходовой поток, правильно организовать пассажирские потоки. 44. Продолжение следует... Продолжение следует...